Всем огромный привет! Сегодня готовлю вкусную ароматную мясную нарезку. Получается ничуть не хуже буженины. Мягкая, вкусная, отлично подойдет не только для бутербродов, но и в качестве закуски на праздничный стол. Все благодаря тому, что мясо предварительно перед запеканием маринуется в ароматном рассоле. Берем большую кастрюлю, у меня объемом 5,2 литра фирмы Талер. Наливаем 2 литра холодной воды. Кстати, такая кастрюля с многослойным капсулированным дном. Она устойчива к воздействию кислот и щелочей. Максимально сохраняет натуральный вкус продуктов. Подходит для всех типов плит, включая индукционную. Добавляем 3 столовые ложки соли. Из расчета 2 столовые ложки соли на 1 килограмм грудинки. Добавляем 1 столовую ложку приправы к шашлыку, лавровый лист, 1 чайную ложку кориандра и 1 чайную ложку семян горчицы. Перемешиваем, ставим на огонь. Как закипит, огонь убавляем до минимального и кипятим минут 5. Выключаем. Оставляем до полного остывания. У меня вес свиной грудки 1,5 килограмма. Как только рассол остынет, опускаем грудинку, так чтобы она полностью была погружена в рассол. Закрываем крышкой и убираем в прохладное место на сутки мариноваться. Я оставлю в холодильник. Можно оставить на 2 суток, если есть время. Чеснок 1 головку очистим и пропустим через пресс для чеснока. Добавляем 1 столовую ложку приправы к шашлыку и перемешиваем. Прошло 24 часа. Вынимаем грудинку, обсушиваем бумажными полотенцами и натираем специями. Теперь, чтобы куски хорошо держали форму, перевязываем нитками. Заворачиваем в фольгу. Лучше из 2 слоя. Кладем на противень. Ставим в духовку и готовим при 200 градусах 60 минут. В миске смешаем 1 столовую ложку подкопченной паприки с 1 чайной ложкой меда. Достаем грудинку, разворачиваем. В паприку добавляем сок, выделившись от грудинки и доводим до нужной консистенции. Теперь берем кисточку и наносим паприку на грудинку. Ставим в духовку и запекаем 5-10 минут. Достаем, переворачиваем. Смазываем паприкой вверх и ставим еще раз в духовку на 5-10 минут. Грудинка уже готова. Ее можно при желании подать в горячем виде. Я ее готовлю для мясной нарезки, поэтому даю ей полностью остыть. Хочу вам напомнить, что официальный интернет-магазин посудоталер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности смотрите в описании. Грудинка получается мягкая, ароматная. Мясо словно тает во рту. Словами даже и не опишешь, как это вкусно. Чтобы понять, нужно просто взять и приготовить. Тем более, процесс совсем не сложный. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok